давайте сейчас так есть еще поговорить другой раз пропускаю вот это трудно пропустить знаете почему человеку нужно заработать она пишет 7 главных дел саду феврале по моим понятием феврале к дереву подходить вообще нельзя даже с мыслями не только с секатором вот нет она говорит режет будем феврале то скоро весна она не понимает знаете что именно вот эту тему почти закончим она не понимаешь в феврале это может быть им 5 мороза или 10 мороза хотя на часа скоро и 20 феврале может быть и 30 может быть она только отрезала и неважно замазала не замазала кончики когда оголенные оголенные неважно чем она разит мороза поможет это же та же самая мазута она прихватывается кончики имеется ввиду что замерзает и кабель и кора и когда приходит весна начинается сокодвижение и это время сокодвижение для ремонта дерева одно на весь год есть вторая сокодвижение ну вторично это ближе к осени вот что-то перепрыгнула сама так вот это значит что один она весной будущих у кончики веток обмерзшие обмерзшие весной не будут так она хотя бы это искусственная рана неплохо ну хоть частично частично весной подвержены ремонту а сейчас когда они кончики вот обмерзнут вот откуда теперь я уже по столе 6 не буду потому что у вас тоже крышу свечет там даром 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 для чего она эти 7 главных дел вот она это до грянка зарубиная чтобы все это упикнуть именно в феврале вы что как вас назвать чтобы не нагрубить и находить как вас назвать почему не стыдно тебя наняли или сама на этом зарабатывать все уже на ты уже на вы я уже не могу я не уважаю таких людей что заняться больше нечем феврале правильно торговать надо и давай направить раз про это про это про это про это про это про это вот а человек сидит надо записывать еще в магазин собрался а потом дели это а потом эти всем дел делать начинают дикой глупой и нужные зимой обрезки февраль это зима если не верите посмотрите календарь если вы не знали до сих пор ладно это моя теща пропускаем время у нас не остается вот когда мы будем еще проходить еще проходить еще проходить я пропускаю еще проходить лучшее средство надо хоть черт и искалечился дерево а кстати не по мудре он звучит ведь папа науки по их и она же должна сгнить все это потому что видите какой пенечек то по мне придет должен быть вот такой самый самый это короткий вот такой а такого дополу или вообще не трогать его даже сухой зато рады не будет вот сухая ветка в дереве и тронта играет роль пробки поняли там давно пусть она полностью высохла но это место где она к дереву прилегает вот здесь естественным путем она и она не вами искалечена а природы естественным путем здесь пробка получилось а вы что делаете самый страшный что вы по живому режете только для того чтобы вам продать вот этого самых лучшие 43 тысячи просмотров садовая вара ну и что теперь делать то время нас окончат здесь в этой таблице есть узнать что здесь вопрос задам это вроде как помните задание раз уж меня многие учителя называют поздравляю с днем учителя меня металлурга так вот значит здесь еще раз смотрим так второй раз откройте внимательно почему есть одно из мировых наблюдений открытий и мировых выводов от которых зависит будущее всего садоводства вы а что делали одну столбик проработали а второй и проработали вот а я вам сейчас предлагаю что сделать правильно предлагаю сейчас не трогать ничего завтра послезавтра вы посмотрите сами и скажете а что такого железа открыл а почему по моему мнению вся агротехника часть агротехники которая называется формирование кроны абсолютно и просто неправильно она опять же смертельно опасная она выдумана высосана из пальца вот давайте давайте попробуйте вот здесь вот в этом столбике если считать то третье вот так здесь от края да красноярск и увидел вот посмотрите внимательно почему этого я когда показывал у меня надо было вот эти доказывать вот про это да вот я как мог доказывал а вот этот столбик оставляем вот этот как бы добраться до него вот это вот оставляют на для вас чтобы вы посмотрели и сказали схватили за господи что же они творят то что они творят вот вот теперь я кажется закончил сейчас если только ничего рекламного нет то я на этом закончил ну тут есть которые вот я не буду повторяться вы устали вот мои уникальные фотографии я горжусь вот я не делаю я не беру рисунки из этих как другие вы представляете в 21 веке перерису беру тоже рисунок копирую с 19 а там знаете что внимание это мои это мои уникальные почему уникальные миллиарды миллионы деревьев а этого никто не знает а почему внимание а вот почему девятнадцать с америки с буквой я тебе как-то в черный знак видите результаты и все покажу вот вот это было нарисовано это классика ребята классика да вот они результаты обрезки корней через несколько месяцев вот рост наружу летят это это ты такие вот это и есть когда берут 21 внимание это девятнадцатый а 2 1 1 1 3 идешь а Вот сейчас информация от моего брата. Давай Юрий Владимирович на следующий раз оставим. И он опять шашкой размахался. А я не могу иначе. Уваляйте. Пишут Юрий это. Три человека напишут. Что, надоел? И я ухожу. Вот. Хотя бы три. И тогда получается, что вот ценнейшая информация от брата, выпускника, выпускника сельхозвуза, господи, как эти выпускники-семирячики не знали, что их коллега, выпускник сельхозвуза, умнейший мужик, грамотнейший, мой брат Юрий Железов, да, вот его ценнейшее наблюдение, ценнейшее. Вот. А они все про то и потом. Это так. Потому что это самое, от них что можно дождаться? Вот. Сами знаете. Это потом мы будем. Вот это будем проходить. Вот. И вот это будем проходить. Будь ласка, пробачься под соболь. Но задача будущей науки помочь частному сектору. Это будет опять и снова. Вот. Попался мне на язык. Вот. Пальцы гнул. Отсутствие детальной обрезки персика приведет к завязке. Какое горе. Ой, господи. Все. Ребята, надо заканчивать. Я в прошлый раз не могу успокоиться. Я уже фильм отдельный сделал. Или сделал первую серию. Помните? Вот. Вынужден отклонить вашу рукопись в связи с несоответствием требуемого журнала. А я бы вот этого бы от Новикова. Пан Новиков. Пан Андрей. Уволять таких надо. Только благодаря вам, поэтому, что вы отклонили эту рукопись, сотни, если не тысячи ученых, никогда не узнают, что есть супермародостойкий персик Хасанский. Никогда не узнают. Почему? Самим им не вырастить, потому что, всегда говорю, никогда на Украине, если там минус 30, никогда не вырастить те, которые 40 градусные персики. Там, где 40, никогда не вырастить 50 градусные. Понимаете? Вот. Но это я еще попрекалываюсь. Вот. Я еще попрекалываюсь. А пока друг Артем Семенченко, автор статьи. Вот. Вот этот парень. 21 год. Как он все схватывает на лету? Ведь я же... Пусть я это сама. Ну, как до них никогда не доходит? Почему обижается, когда им говоришь, что вот... Ну, как так-то? Все. Вот тут пошло, пошло, пошло. Это оставляем на следующий вебинар. Вот. На следующий вебинар. Тем очень много. Тем очень много. Другие, не ваши, саженцы, абрикос погибли. Т-т-т-т-т-т. Не ваши погибли. Приятно читать об этом? Да? Игорь Николаевич. Спасибо. Ну, вот эту жуть побольше в следующий раз. Я такой глупости в жизни не видал. Вообще. Мне кажется, одна-то пора, вот, включая обрезку на кольцо, и вот этот способ прививки. Дурацкий. Дурацкий сейчас поймете. Смотрите. Дурацкий. Дурацкий. Просто не знает. Вот. И кто перекапывает почву, уничтожая, червей, понятно, уничтожая, грибы, понятно, уничтожая, уничтожая, муравьев, ценнейших. Так они же, они не знают, что они бактерии уничтожают. Этого не знают. А потом прививают верхушку. Сколько тысяч людей? Центр поддержки. А, тут не видно. Подписчиков 600 тысяч. Это значит, сотни тысяч увидят вот эту глупость невероятную. Верхушку приводит. Всё, я высказался, брат. Опять ругался, ругался. Хорошего очень мало. Ну, так, меркало, вот так вот меркало, да? Вот. Вот это вот. Другие, они, ваши саженцы, абрикос погибли. Ну, на этом, в этот раз не получилось добрый полицейский, злой полицейский. Но я иначе не могу. Почему? Меня вдохновила лишняя сотня, посмотрела. Ну, давайте, помогите, чтобы ещё лишняя сотня. Посоветуйте с соседем. Посоветуйте друзьям. Ну, долго стали скопировать, переслать. Вот. Я же старался. Ну, понятно, что здесь из этого извлечь, допустим. Ну, косточки надо выписывать, иначе у вас никогда сада не будет. Вот. А косточки у меня инфицированные. Каждые косточки, которые считаются абрикосом. Если изначально манчжурцы, то у него задембридны. Десять манчжурцев вырастили, один ведёт в папу. Ну, если смазать в деревьях, значит, в бабу. Вот. Другой идёт. В Амура третий, Серафима четвёртый, в Манитобу. Ну, серьёзно. Вырастает-то. У меня уже есть 40-граммовая, и уже почти 50-граммовая. А дерево-то, как считается, там, сыр Манчжурца. Сыр Манчжурца, и вдруг такие чудеса даёт. Я бы сколько уже показал. Чего их боятся выписывать-то? Ну, что, друзья? Ну, про черенки понятно. Если я написал, дарю вам бесплатные косточки на следующий год, вы попались, вы мне выпишите черенки. Тех же груш, тех же абрикосов, тех же слив. Всё, друзья, мы переходим на запасной аэродром. Сейчас мы там окажемся. Вот. Сейчас мы там окажемся. Мы попадаем вот сюда, на Бизон. Так, 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 так. Войти в комнату. Так, ну, давайте делать так. Если в прошлый раз было, последний раз было где-то 28, последний раз 31, сейчас 36, даже это будем считать успехом. Идём к триумфу. Значит, друзья, мы сейчас расстанемся на 5 минут. Во-первых, я посмотрю, что действительно знакомая-знакомая, что там говорить. Мне приятно в 7 лет с вами общаться. тут стачили там в 2018-м. Вот. Сейчас я посмотрю этот вот новичков. Вроде бы незнакомые появились. Вроде бы появились. Ага, ну, немного, ну, ладно. больше всего посмотрите записи. Друзья, отнесите меня. Писем с вопросами мало. Закончим за полчаса. Надеюсь, вы не расстаемся. Ладно? Я на кухню. Намахался шашка. Опять брат меня отругает. Что это за жизнь такая? Что это за жизнь? Да. Что это за жизнь? Продолжение следует...